итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас пятница 8 ноября и давайте с вами посмотрим на графики евро и фунт и видим что в принципе по аналогии со средой в четверг европейская валюта предприняла попытку роста в первой половине дня но слабые данные по объемам промышленного производства германии она сократилась очень серьезно вопреки всем прогнозам экономистов что все-таки подтверждает плохую ситуацию в экономике германии и и постепенное движение к рецессии может еще и в первой половине дня реакция на эти данные не было столь серьезной но затем уже с приходом на рынок американских трейдеров с открытием североамериканской сессии спрос на американский доллар вернулся и давление как и на евро так и на британский фунт возобновилась пара продолжила нисходящее движение что касается текущей технической картины то прорвались мы ниже уровня 1050 но я его пересмотрел думаю что если будет восходящая коррекция сегодня в первой половине дня то в район 1065 здесь и средний скользящий поэтому открывать короткие позиции в случае роста можно при формировании ложного пробоя на этом диапазоне либо продавать евро сразу на отскок от максимума 1090 задачи же продавцов будет возврат под уровень 1046 это промежуточная поддержка которая была у нас сегодня образована на азиатской сессии закрепление ниже этого диапазона вполне вероятно столкнет евро дальше вниз на 1026 и она за 94 такой ключевой уровень психологическая отметка который будут стремиться продавцы что касается фундаментальной статистики то у нас сегодня публикуется сальдо баланса внешней торговли германии изменение объема промышленного производства во франции и сальдо баланса внешней торговли а во второй половине дня необходимо обратить внимание на инфляционные ожидания от университета мичигана и также на выступление представителей федеральной резервной системы которые на протяжении всей недели говорят о том что процентная ставка находится на нужном уровне что понижать ее в принципе дальше нет никакого смысла что и оказывает дополнительную поддержку американскому доллару что касается британского фунта то мы вчера видим также у нас произошло вполне ожидаемое снижение банк англия ставил процентную ставку без изменений на уровне 0,75 процента но число голосов за такое решение было 7 к 2 то есть 7 человек проголосовали за сохранение ставки а двое проголосовали за его понижение что указывает на небольшой раскол уже в рядах банка англии также были пересмотрены прогнозы по инфляции и по росту экономики в негативную сторону что дополнительно привело к снижению британского фунта на текущий момент есть у нас поддержка двадцать восемь ноль пять на нее я много раз обращал внимание это и минимума 25 октября двадцать девятого попытались вчера мы ее пробить но ничего не вышло и основной задачей медведей на сегодня будет закрепление ниже этого диапазона что столкнет фунт дальше на 27 62 и 27 13 это уровни от которых можно открывать длинные позиции уже сразу на отсков в конце недели в случае формирования восходящей коррекции на мой взгляд двадцать восемь сорок не средний скользящим здесь ложный пробой как дополнительный сигнал продажам британского фунта в ином случае открывать короткие позиции сегодня можно на сколько двадцать восемь семь четыре с целью нисходящей коррекции 20 25 пунктов всем удачи и хороших выходных